На этом видео я хочу перевести и прокомментировать второе благословение Передшма, благословение, которое Ашкеназим начинается в словах Ахава-Раба, а Сефарадим и большинство хасидов Ахава-Толам, Броха-Любви и Броха-Пратору. Я буду, опять же, следовать Ашкеназскому Нусаху, который более короткий, тем более, что в данном случае, как Вильнюсский Гаон уже объяснил, и Талмуд называет это короткой Брохой, просто есть разные мнения, о чем идет речь и что называется здесь короткой, но вот Вильнюсский Гаон считает, что имеет в виду простой смысл, что именно она короткая, не такая длинная Броха, как предыдущая. И насчет того, как начинать эту Броху, что интересно, уже в Талмуде был диспут на этот счет. Ахава-Раба говорит или Ахава-Толам? Вечером у нас все говорят Ахава-Толам, а вот утром, как я сказал, Ашкеназим говорит Ахава-Раба. Но Аризаль согласился с Сифарским Нусахом, как в большинстве случаев, и говорит, что по Кабале не открываются те Хейхалот, те дворцы духовные, которые связаны с Раба, Ахава-Толам только открываются. Но что интересно, некоторые хасидские седуры имеют Ахава-Раба по субботам, считают, что по Аризалью на самом деле только в будний день не открывается более высокий уровень Ахава-Раба. А вот Ашкеназим, как я сказал, не всегда говорят Ахава-Раба, а есть хасидимы, в том числе Хаба, которые всегда говорят Ахава-Толам. И так делают сифарские евреи. Значит, Олам в данном случае значит не мир, а вечность. То есть Ахава-Толам значит вечной любовью, а Ахава-Раба значит великой любовью. И эту Броху, в отличие от предыдущей, я хочу более подробно перевести, потому что она короткая довольно-таки. И здесь основная тема – это любовь Всевышнего к нам и наша любовь. Мы просим, чтобы Всевышний нам помог, чтобы мы научились его любить. И также, как я сказал, это еще и Брохо-Натору. На самом деле, Талмуд говорит, что если человек утром не сделал Брохи-Натору, сразу же будет молиться и читать шма, то этой Брохой он выполняет заповедь Брох в восстановении-Натору. Но, казалось бы, странным, да, как может одна Брохо покрывать две или три? Мы обсуждали на другом уроке, что есть Брох-Натору либо две, либо три, в зависимости от того, как их разделять. Но больше одной. На самом деле, изначально и Брох-Натору, может быть, была только одна Брохо. Просто Талмуд заключает, так как есть несколько разных версий, какую Броху делать, то мы будем все их говорить. Но не исключено, что изначально, так как была одна Брохо-Натору, ее можно было сделать либо отдельно, либо просто сделать Броху перед шма, и этим человек выполняет заповедь Брохи-Натору. Но сейчас у нас есть две или три Брохи-Натору, и все равно достаточно этой одной Брохи, если человек не сделал Броху-Натору утром. И мы так не поступаем. У нас не делают для Атхила так, чтобы делать вот эту Броху вместо Брох-Натору. Единственный случай, когда люди на это полагаются, это если нет уверенности, можно ли вообще делать Броху-Натору. Скажем, если человек не спал всю ночь, есть диспут, делать ли Броху утром-Натору, и многие тогда полагаются на вот эту Броху. Ага-Ва-Раба или Ага-Ва-Тулам. Или если он не помнит, сделал ли он Броху-Натору, да, он просто забыл, успел, уже сказал сегодня Броху-Натору или еще не сказал. Вот в таких случаях, если невозможно кого-то найти, кто будет делать Броху-Натору и вас включит, то следует положиться на вот эту Броху-Ага-Ва-Раба. То есть иметь в виду, что если я еще не сделал Броху-Натору, то я этим хочу выполнить заповедь Брохи-Натору. Но тогда нужно, как после любой Брохи, чтобы она что-то легла, нужно сразу позаниматься Торой. А как вы здесь позанимаетесь Торой? Нельзя же прерываться. Некоторые советуют последний стих Шма еще раз сказать. Но основной совет, который приводят мудрецы Халахи по ским, что следует просто после Шмона-Эсре сразу же, да, что до Шмона-Эсре уже нельзя будет прерываться, а сразу после молитвы Шмона-Эсре сказать несколько слов Торой. Какие-то стихи Торы или какие-то отрывки из Мишны уже не важно. Главное, чтобы на что-то легла эта Броха-Ага-Ва-Раба. Так как до этого прерываться невозможно, то в первый раз, когда можно будет разговаривать, скажешь какие-то слова Торы и на это ляжет Броха. Итак, Рамбам считает, что как можно вообще прийти к трепету перед Всевышним и любви ко Всевышнему? Один из способов это смотреть на его творение, да, изучать его творение. И этим увеличивается у человека и страх перед Всевышним, и трепет, и любовь к Творцу, который все это создал, такой прекрасный мир. Так вот, не исключено, что это подсказано как раз порядком наших благословений. То есть, в предыдущей Брохе упомянуто было, как Всевышний создал физический мир, огромный, совершенно невероятных энергий и размеров Вселенная. И теперь, когда мы сконцентрировались на этом, а также на духовных мирах, на ангелах, которые хвалят Всевышнего, теперь мы переходим уже к тому, что Всевышний нас возлюбил и просит, чтобы и мы его любили и боялись. И вот это основная тематика нашей Брохи, что, видимо, через предыдущую Броху можно перейти к этой теперь. Агавараба Агавтану Гашем Лакейну. Великой любовью Ты полюбил нас, Всевышний наш Бог, и жалостью великой безгранично пожалел Ты нас, Отец наш, Царь наш. Ради отцов наших, которые полагались на Тебя, и которых Ты научил законам, указывающих, как жить, пожалей нас и научи нас. Отец наш милосердный и милостивый, жалься над нами и вложи в наше сердце разум, чтобы мы понимали и постигали Твою Тору. Вот теперь главная тематика этой Брохи переходит на изучение Тора, то, что мы можем приблизиться к Творцу и исполнять Его волю. Наша Тора. Понимали словам ее, учились и обучали, хранили и соблюдали, исполняли с любовью все учение Твоей Торы. И дай видеть глаза нашим свет Торы Твоей. И прилепи наше сердце к Твоим заповедям и сделай так, чтобы сердце наше наполняли лишь любовь к именю Твоему и страх перед ним. После того, как было сказано, что Всевышний нас любит, теперь мы просим, чтобы и мы по-настоящему любили и трепетали перед Всевышним. И не дай нам стыдиться во веки веков, потому что на великое и грозное имя Твое полагались мы. Возвлекуем и возрадуемся спасению, дарованному Тобой. Приведи нас с миром с четырех концов света. Собери нас из изгнания, имеется в виду. Заодно, казалось бы, это уже другая тематика, но это все связанные вещи. Если мы раскаемся и будем изучать Тору и будем следовать ее законам, то Всевышний нас избавит из изгнания. И поведи нас, распрямившись в страну нашу, потому что ты, Бог, посылающий спасение, избрал ты нас из всех племен. Вот это выражение «Толехейну комэмиют ли арцейну». Знаете, в Израиле им нравится выражение «комэмиют», да, распрямленными, что в Галуте часто евреев преследуют, евреи во многих странах в течение истории не имели полных прав. Так они там в Израиле, например, свои секулярные кибуцы иногда называют «комэмиют», да, распрямленные такой, знаете. Но на самом деле все же зависит от Тора и от заповедей, да, построить дом Всевышнего можно только если сначала соблюдать его заповеди и раскаяться только тогда. В этом основная цель, если без Аташем надеемся, что израильтяне там все больше и больше становятся соблюдающих евреев, и вот эта вот шуба приведет по-настоящему к тому, что мы будем «комэмиют», да, распрямимся. А иначе можно и в земле Израиля жить в изгнании, да, в своем собственном изгнании. Когда человек игнорирует Тору, он находится в руках своего собственного изгнания, которое он на себя, и вся страна так может находиться. Варуха Шем это меняется к лучшему все время. Потому что ты Бог, посылающий спасение, и избрал ты нас из всех племен, с любовью приблизил нас к великому имени своему и к истине своей навеки, что мы могли возносить и благодарить, и провозглашать, что ты один. И заканчивается благословение, что Всевышний избрал нас с любовью, опять же, про любовь Всевышнего к нам, потому что дальше в Шма будет после главного стиха первого, следующий стих уже в Ягавта «Ты люби Всевышнего». Опять вот Шма получается между стихами любви Всевышнего к нам и, да, брохой любви Всевышнего к нам. «Благословен ты Всевышний», «Хабо хер бямо Исреэль бямагава», выбирающий, избравший свой народ Израиль с любовью. Дальше Шма, дальше Вягавта «И ты люби Всевышнего». Любовь нас ко Всевышнему, любовь Всевышнего к нам – это основная тематика этой брохи и сразу после нее начало Шма. Если вам нравится это видео, жмите лайк. Субтитры создавал DimaTorzok